Уже становится очевидно, что сегодняшняя российская экономика это как автомобиль без одного или двух колес. Ну он как вроде есть, двигатель там, что-то там происходит, жу-жу-жу, гудок, ва-ва-бу, колеса нет, бессмысленца. Причем колесо там стоит копейки по отношению к автомобилю, понятно, его надо купить. Колесо это современный, развитой, как они говорят, тип экономики, то есть низкие процентные ставки. Колеса нет, машина бессмысленна, со всеми своими наворотами, которые там на этой машине, глупость, а не машина. У нас нет экономики, у нас в экономике отсутствует национальный капитал, национальный день, рубль, как национальный капитал, например. А значит, это машина без колеса, ее нельзя использовать как машину. И мы сейчас каждым днем видим, что просто вот эта вся история останавливается. То есть машина как-то там катилась еще, набрав ход, чиркая без этого колеса, а теперь нам придется менять всю конструкцию на суверенную. То есть это второй стимул, заставляющий это делать. Уже тут экономисты в России вором орут, орут, это же конкретная расстановка сил. Пятая колонна – национальное освободительное движение. А в экономике, экономисты, которые понимают, что надо запустить национальную экономику, например, тысячи, которые собрались на последний морковский форум. И американцы из КПМГ, Делой Туш, Прас Виттерхаус, Оливер Вумен. Вот расстановка, вот фронт. Оливер Вумен и Делой Туш с одной стороны, с другой стороны изгнанные из системы власти или убранные тысячи экономистов, которые просто имеют здравый смысл. Но это люди, правительство, они не глупые, они просто агенты иностранного государства. И даже если они как люди хорошие, если они не будут выполнять приказы США, я вам уже сказал, что им грозит. Последнее наказание, которое запустило это казначейство, это штраф одному из французских банков, который не выполнял приказы по санкции в отношении других государств, в данном случае, по-моему, Ирана, 9 миллиардов долларов за одно решение. То есть все эти Делой Туш, Прас Виттерхаус и все остальные могут быть легко уничтожены казначейством по контролю за иностранными активами, которые отвечают за санкции. То есть за то, что они не выполняют приказы и законы американского правительства о уничтожении российской экономики. То есть плохо ее уничтожают, но как раз таки их штрафовать не значит, они ее хорошо уничтожают. Но американцы могут сказать, вы медленно это делаете, быстрее уничтожайте. У вас там еще людям есть что кушать, быстрее добивайтесь, чтобы нечего было кушать. Понятно? Так где переломы? Нет. Есть потенциал перелома, есть накопление сил к наступлению, но враг держит нашу землю. Его надо выбить с нашей земли.